и снова всех приветствую на моем канале сегодня я хотел бы ответить на вопросы то есть сегодня нас между собой чик вопросы касаемо того что я делаю и чем варю чем занимаюсь ну и первое с чего начнем люди спрашивают и спрашивают довольно часто не накладно ли варить аргоном черный металл но в нашей стране в республике беларусь это не накладно потому что на самом деле цена баллона аргона заправить такая же практически стоим вот такая же как и стоимость углекислоты на полуавтомат то есть разницы нет там разница буквально 10-15 тысяч это ерунда вот и я думаю что всем кто там спрашивает кто думает что это все накладно это все дорого нет это не дорого на самом деле у нас аргон пожалуйста есть заправляйся меняй баллоны при желании то есть проблем с этим не возникает что касаемо моей руки на самом деле я варю одной рукой все работы делаю одной рукой так как у меня рука 2 очень сильно повреждена и выглядит она вот так у меня нет большого пальца разгибателей мышц сухожилий там и т.д. и т.п. то есть эта рука мне не рабочая я им работаю по сей день была произведена недавно доработка и эта доработка мне не понравилась я сделал выводы что первое то есть изначальная модификация которая была сделана она была сделана более правильно и более четко почему потому что есть нюансы которые вывезли после этой доработки то есть я ее доработал до такого состояния которое в принципе делается заводами и заводами-изготовителями вот как присылали пескоструй олегу нестерову ссылочка на видео я дам под этим видео вот и во что это выливается и почему это не ну то есть неправильно что скоро будет видео в котором я расскажу полностью как и почему вот не работает правильно пескоструй из-за этого всего и что нужно сделать даже в тех пескоструях которые покупаются то есть изначально покупаются уже готовыми что можно сделать для того чтобы устранить этот косяк ну и немного про компрессор компрессор на самом деле у меня не сильно навороченный но он выдает свою заявленную мощность и даже немного более то есть по заявленной мощности у него 380 литров в минуту на самом деле он выдает чуть больше 400 мне этого для работы пескоструя хватает связи с тем что я поменял пистолет вот буквально недавно поменял пистолет на пескоструя еще раз повторюсь из-за того что у меня проблемы с рукой мне довольно проблематично его открывать закрывать то есть прилагаешь определенное усилие но вторая рука так как у меня вторая рука не функционирует мне его открывать закрывать довольно проблематично было одной рукой уменьшился расход воздуха у меня стоит дополнительный ресивер плюс еще к этому компрессору вот производительность компрессора в 400 литров позволяет зачищать довольно таки приличные площади то есть сопло 2 и 5 ставится на этот пистолет и довольно таки удачно все проходит видео по поводу компрессоров как какой лучше выбрать компрессор смотрите ссылочку под видео там будет точно такой же компрессор который стоит у меня вот да естественно по компрессорам скажу чем выше производительность тем лучше но естественно цена самого компрессора будет намного выше то есть если вы возьмете компрессор на 150 литров в минуту этого вам будет точно недостаточно если у вас будет компрессор выше 400 литров в минуту этого вам будет достаточно и я думаю что пескоструем свободно даже пескоструем вы сможете работать зачищать какие-то поверхности делать определенные работы под покраску вот самые хорошие компрессора это винтовые но естественно повторюсь и цена намного выше у меня сварочный аппарат аргонодуговой сварки и лэнд в с е 200 и сиди си то есть переменный постоянно переменный ток варю принципе он не нравится да я хотел обзорчик снять по нему но все как-то руки не доходили не было каких-то можно сказать телодвижение в сторону сварки там как какого-то металла так приезжали спонтанные спонтанных вещах тоже не хочется просто так вот экспериментировать там или показывать что-то и всем тем кто там что-то пытается писать по поводу швов и по поводу там каких-то но есть недоброжелателей которые никогда не сталкивались с аргонной сваркой на самом деле мне довольно тяжело дается и каждый раз это испытание потому что когда варишь прилагаешь очень серьезные усилия на концентрацию и именно на концентрацию микродвижение руки вот этой вот правой потому что я сейчас работаю только левой рукой вот и из-за этого довольно проблематично подавать присадку в ванну то есть кто занимается аргонной сваркой тот меня поймет обычно двумя руками это все делается очень легко и без проблем а вот когда у тебя рука вторая не рабочая приходится что-то вот придумывать я себе придумал небольшую прибуду на руку и тем самым просто фиксируется присадка присадка до длинные швы я не могу уложить в счет того что приходится постоянно то есть через определенное время отключать горелку для того чтобы подать еще кусок присадки чтобы можно было продолжать дальше варить я думаю что в скором времени я просто соберусь и покажу как все таки проводятся настройки этого аппарата почему почему у многих есть нюансы да есть горелка к сожалению у меня без охлаждения иногда когда работаешь на больших токах это сказывается сказывается тем что горелка очень сильно нагревается вот поэтому если у кого-то есть вопросы именно по тому что какая горелка лучше там с охлаждением без охлаждения то есть какие аппараты лучше я считаю что да есть аппараты современные более так более дорогие естественно в них есть тоже свои нюансы и с охлаждением горелки конечно аппараты более конечно комфортные то есть можно варить на протяжении длительного времени и не обжигать себе руки при этом хотелось бы немножко сказать про проекты есть в планах более пяти проектов которые будут выходить немножко позже к зиме я могу точно вам сказать ближе к зиме то есть это будет осень осенью выйдет проект по вебаста то есть автономный подогрев машины пока это будет я думаю что для автомобилей с газовым оборудованием потом я вам представлю еще две модели которая будет для автомобилей которые с бензиновым на бензине и на газу и которая будет на дизеле то есть это будет один проект но в трех частях то есть три части будет это я могу сказать точно далее по поводу проектов могу сказать еще одну вещь что довольно скоро будет видео для гаражников точнее для всех кто имеет гараж это будет актуально ну а на этом наверное я закончу сегодняшний между собой все вопросы могут задавать вопросы под этим видео если кому то что-то стало интересно спрашивайте пишите подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и на этом все пока пока подписывайтесь на канал